Добрый день! Этот кустарник называется Берючина обыкновенная. Не только парк, но и современные дачные и приусадебные участки трудно представить без живой зеленой изгороди, которая придаст логически завершенный вид любой ландшафтной композиции или садовому дизайну. К деревьям и кустарникам, которые используют для создания зеленых изгородей, предъявляют особое требование. Они должны быть неприхотливыми в уходе, но при этом иметь красивую, густую и пышную крону, которая хорошо переносит стрижку и долго сохраняет форму после обрезки. Всем этим качеством отвечает Берючина обыкновенная, которая идеально подходит не только для создания зеленых изгородей, но и для украшения бордюров, окантовки садовых дорожек и цветников. В одиночных посадках используются штамбовые формы Берючины, из которых путем регулярной обрезки можно вырастить самые замысловатые живые зеленые фигуры. У Берючины такие же, как у сирени цвет и фактура коры. Тип ветвления. Похожие формы листьев, только они немного мельче, а также более плотные, кожистые. С внешней стороны листья темно-зеленые, глянцевые, а с обратной чуть светлее. После цветения на Берючине созревают плоды в виде мелких круглых глянцево-терных ягод, которые долго сохраняются на кустах. Плоды ядовиты, оттого у Берючины есть еще народное название – волчья ягода. В культуре Берючина обыкновенная редко вырастает выше 2-3 метров, а в ширину – 1 метр. Расти Берючина обыкновенная может даже на тяжелой и обедненной почве, но на хорошо дренированной и удобренной, конечно, чувствовать себя будет намного лучше. Корневая система у нее поверхностная, мочковатая, поэтому глубокой перекопки перед посадкой не требуется. Достаточно будет глубина нашей тыклопаты. В естественных условиях Берючина обитает в лиственных лесах под кронами более крупных деревьев, поэтому достаточно сеневыносливо. Только следует учитывать, что в затененных местах сортовые экземпляры с желтой и пёсвой окраской листьев теряют свою оригинальность и зеленеют. Молодые растения часто поражаются червицами, а на взрослых в иные годы может поселиться Берючина, Моль и Тля, Трипсы и листовые долгоносики. Не застрахованы растения и от грибковых заболеваний. До выпадения снега Берючина обыкновенная спокойно может вынести кратковременное подвижение температуры до минус 30 градусов, а под защитой снежного покрова ей не страшна даже самая суровая зима. Она не боится засухи, а в регулярном поливе нуждается в основном только молодые кустарники в возрасте от 2 до 3 лет. Взрослые посадки обычно поливают лишь самую сухую и жаркую погоду из расчета 30-40 литров на 1 квадратный метр. Обычно не чаще 3-4 раз за сезон. Пересадку Берючина обыкновенная хорошо переносит в течение всего теплого сезона, а лучшее время для декоративной стрижки хорошо размножается как семенами, так и всеми вегетативными способами. Черенками, отводками, корневыми отпрысками, а также с помощью прививок. Ну, в основном сортовые разновидности здесь. Наиболее легкий распространенный способ размножения Берючины – черенкование. Причем зеленые черенки, заготовленные в фазе завершения цветения, дают наиболее высокий процент укоренения. Для размножения зимними черенками необходимо использовать только зрелые побеги диаметром до сантиметра, длина черенков – 10 сантиметров. Перед посадкой их необходимо обработать стимулятором корнеобразования, а в качестве которого хорошо подойдет 0,01% раствор индолилмасляной кислоты – корневин. Субстрат для укоренения смесь зерновой земли и песка в равных количествах. Цветет она тоже неплохо. Всего доброго Вам и до свидания!